Здравствуйте дорогие друзья! Расскажите нам, как вас найти в Телеграме теперь и что вообще происходит? Вчера видео вышло такое, что YouTube могут закрыть и вы предложили переходить в другие средства и, соответственно, предложили Телеграм. Как найти в Телеграме? Как, соответственно, подписчикам? В Телеграме есть вот такой значок, голубенький кружочек с самолетиком беленьким. То есть это на айфоне и на андроиде у кого? Да, вот открываем, теперь нажимаем поиск, пишем ленбагет, забиваем ленбагет и вот выскакивает вот наше видео. Так, и тут можно видео смотреть, которые были на YouTube? Здесь можно смотреть видео, можно смотреть фотографии, сразу читать комментарии, которые придут. И очень удобно... А вы присутствуете в комментариях? Да, я присутствую в комментариях, буду писать ответы и отвечать на ваши вопросы. И самое главное, что здесь очень хорошие фотографии, очень хорошее разрешение фотографий. Можно включать видео, можно включать увеличение. А покажите, покажите. Самый маленький крестик будет виден. А вот как на весь экран сделаете? Вот смотрите, растягиваете, вы видите, прямо вот каждую детальку можно увидеть. А вот двигайте, пальцем вы увеличите, вы увеличите двумя пальцами. Да, вот я увеличу. Потом отпустите и пальцем одним перемещаете. И можно перемещать куда хочешь. Можно сдвигать сюда, сюда. Можно сделать паузу и посмотреть, что там будет. Рассмотреть какую-то деталь. Очень удобно. И самое главное, что очень, очень качественные фотографии. Каждая прямо ниточка, каждый крестик будет виден. То есть получается, к каждой вышивке вы будете еще прикладывать фотографии? Да, обязательно. К видео? К каждому видео. Слушайте, надо ли вот, когда человек зашел в Телеграм, надо ли ему нажать подписаться и включить уведомление? Нужно нажать подписаться и нужно включить уведомление. И у вас будет колокольчик. Вы часто будете беспокоить людей? Нет, там если только видео, тогда колокольчик. А когда просто фотографии, там никакого звука не будет. А будет ли какое-то что-то такое новое, чего нет в Ютубе? Может, видео какое-то будет вы добавите? Завтра будет новое видео, которое еще никто не видел. Очень интересное. Так что заходите, смотрите. И вы будете комментаривать. И мы будем комментировать сразу же. Вот сейчас я выложила вышивку Елены Рощиной из Санкт-Петербурга. Она вышла по схеме Екатерины Волковой. Это рисунок графа Федора Толстого. Красная смородина. И мы сейчас обсуждаем, какую рамку, какое оформление будет лучше. Единственное, что мы не смогли в прямом эфире связаться с хозяйкой. Видимо, она сейчас на работе занята. Но здесь же можно будет еще и подключить хозяйку и посмотреть, какой выбор она сделает. Но вышивка великолепная. То есть, Татьяна Викторовна, получается, что можно с любой точки России прислать вышивку, и вот так будет онлайн такое оформление? Да, можно из любой точки, не только России, но и за границей, можно прислать нам свои вышивки. И мы будем онлайн подбор делать. Ну а как думаете, вот YouTube заблокируют все-таки? Надо торопиться переходить? Ну, на всякий случай надо перейти, все-таки надо перейти. Вот мы только что включили, и у нас уже тысячи подписчиков. Вот интересно, что Instagram очень медленно вчера вообще работал. То есть, видите, уже Instagram тоже начинает давать сбои. Что будет с YouTube? Ну, будем надеяться, что не отключат, но если отключат, то у нас есть свой. То есть, все видео в супер-качестве? В очень хорошем разрешении, в отличном качестве будет видео и фотографии прекрасные. Вот, смотрите, даже текстура ткани видна, какая она вот. Я думаю, что надо переходить на Telegram. Отличная, отличная платформа, замечательная. И качество, самое главное, отличное и очень быстрое. Переходим, все дружно переходим на Telegram. Чтобы не потеряться нам в соцсетях, давайте будем переходить на Telegram-канал. Татьяна Викторовна, в Казань поедем с вами? А, поехали в Казань. В Казани мы еще не были с тобой. А в Минск? Ну, в Минск обязательно, у нас на лето запланировано. Поедем в Белбагет в гости к девочкам. Девчонки, Белбагет, привет вам большому, и от нас. Шеф дал добро, это самое главное. Так, а вы желаете, нас там жду? Ну, вообще-то приглашали, надеюсь, что мы увидим их всех там. У нас там много друзей, подписчиков, и рукодельниц очень много. Я надеюсь, что мы там где-то соберемся. Не знаю, правда, где. Надо придумать, посмотреть. А дата уже есть точно? Нет, мы сообщим позднее, когда получится купить билеты. А, может быть, спросить, в какие еще города, чтобы за какие города голосовали? Екатеринбург еще нас приглашали. А Владивосток? Ой, я бы вообще хотела туда съездить. У нас там тоже есть подписчики. Это вообще круто было бы. А в Казахстан? И в Казахстан можно. В Казахстан я бы тоже съездил. Да, мы бы тоже и в Казахстан съездили. У нас друзья везде есть. Хорошие люди везде есть, их много. И мы бы с удовольствием пообщались со всеми нашими подписчиками и не только. Была рада вас всех видеть. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Пишите комментарии.